Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Тема сегодняшняя – важные вопросы о вирусе папиллома человека. Сегодня на студии Антонеева Инна Ивановна, заведующая хирургическим отделением Ульяновского областного клинического онкодиспансера, заведующая отделением хирургическим онкогинекологии. Здравствуйте, Инна Ивановна! Добрый вечер! Инна Ивановна, скажи, пожалуйста, насколько актуален этот вопрос о вирусе папиллома человека, насколько эта инфекция опасна, как она проникает в организм? Давайте об этом начнем. На самом деле, на сегодняшний день уже установлено, что у нас пандемия этой инфекции в мире, и распространенность очень и очень велика. При этом именно сосчитать количество пациентов очень трудно, потому что этот вирус, он имеет очень длительное латентное течение, и клинически не проявляется употребляющего числа больных. Более того, после получения этой инфекции, как правило, почти у 80% пациентов происходит ее элиминация в течение двух лет после начала заболевания, без всякой клиники. То есть совершенно без симптома идет? Иммунитет справляется. И лишь у 10-15-20 в некоторых странах процентов эта инфекция, так и персистируя, вызывает развитие различных доброкачественных или злокачественных опухолей. Инна Ивановна, скажите, пожалуйста, вы доктор медицинской наук, профессор, да? То есть научная какая-то подоплека тоже есть все-таки, сейчас развивается, я имею в виду по диагностике, диагностика вируса папиллома человека, все это с практическим захоронением тоже взаимодействует? Ну, конечно же. Вообще, открытие вирусной природы рака принадлежит немецкому ученому, именно вирусной природы рака шейки матки. И теология сама, да? Да, принадлежит немецкому ученому Цурхаузену, и в 2002 году он получил за это даже Нобелевскую премию. Вопрос чрезвычайно актуальный. На сегодняшний день инфекцию вирусом папилломы связывают со многими заболеваниями. И рак у эрофарингеальной зоны, рак аногенитальной зоны. Кроме этого, вирус папилломы человека может вызывать плоскоклеточные уротелиальные раки у мужчин, рак полового члена. Ну, и, соответственно, рак шейки матки у женщин как наиболее изученное состояние. Инна Ивановна, давайте тогда поговорим еще о пути передачи. Ну, это инфекция, да? Вирус папилломы человека, значит, соответственно, есть пути передачи. Какие они? Давайте назовем. Обязательно. Поскольку этот вирус является дерматотропным и мукотропным, то есть он тропен к коже, и он тропен к слизистым. В кровь этот вирус не попадает, поэтому клиники как таковой именно настоящей вирусной инфекции мы не видим. А передается он, ну, в первую очередь, и это самый распространенный путь передачи, половым путем. Причем половым путем при различных видах контакта, и традиционный, и нетрадиционный. Еще есть путь передачи контактно-бытовой, но он крайне редко встречается. Для того, чтобы вирус попал к человеку, а он попадает только от человека к человеку, у рецепиента этого вируса должны быть какие-то микротравмы. То есть повреждения на коже. Ну, ворота, соответственно, ворота получается. Повреждения на коже или на слизистый. И еще есть один очень опасный путь передачи этой инфекции – это передача от матери к плоду. Как правило, транспланцентарно этот вирус не проникает, но он передается во время родов, перинатально. И вот тут вот может быть очень грозное осложнение, как папилломатоз, ларингеальный папилломатоз у ребенка. Это очень опасно. Индимана, ну, если передается половым путем, преимущественно, да, в общем, высокий процент, тогда вот барьерная контрацепция, она все-таки помогает предотвратить эту инфекцию или это не спасает? К сожалению, нет. Нет. Дело в том, что этот вирус, как правило, у мужчин локализуется в кожу лобка, в базальном слое дермы кожу лобка. И таким образом барьерные методы, ну, они могут немножечко защитить, но полностью предупредить инфицирование нет, невозможно. Вирус папилломатоза человека, он вот всегда вызывает рак шейки матки в последующем? Или это все-таки как-то избирательно происходит? Нет, нет, ни в коем случае. У 80% женщин, они вообще не замечают, что они были инфицированы этим вирусом, у них хороший иммунитет, все это элиминируется через два года, и все прекрасно и хорошо. А вызывает он рак у очень небольшого количества пациенток, но здесь должны быть, должны сложиться условия, то есть сниженный иммунитет, хроническая урогенитальная инфекция, повреждения, которые служат входными воротами. И тогда вот будет у нас очень неприятный исход. Инна Ивановна, давайте все-таки вот еще по диагностике поговорим. Вот делается, я знаю, что делается цитологическое исследование, да, и, по-моему, кровь берется тоже на вирус папиллома человека. Вот когда это необходимо делать, в каком возрасте девочки обследуются на это, нужно ли же мужчин обследовать на это, вот как это все происходит? Давайте об этом поговорим. Но именно вирус папиллома человека мы можем выявить с помощью полимеразной цепной реакции, это метод ПЦР, это берутся соскобы. В крови нет, вируса в крови нет. Нет, да, в крови, то есть это? Нет, вируса в крови просто нет. То есть это соскобы, соскобы с кожи, соскобы с цервикального канала, с наружных половых органов, и у мужчин, и у женщин. Но исследовать мужчин смысла нет никакого. Потому что этот вирус у мужчин работает редко, то есть проявляется клинически в виде бородавок, это ад максимум, но иногда, иногда, крайне редко он может вызвать заболевание полового члена. Поэтому исследуют обычно женщин, а вот онкоцитология, она может послужить дополнением к исследованию на вирус папиллома человека, поскольку онкоцитология, в частности, с шейки матки или, допустим, с ротовой полости или с вульвы, она может уже показать, работает ли этот вирус, начал ли он уже свою подпольную тайную нехорошую деятельность или еще нет. Онкоцитология покажет, есть ли диспластические изменения, атипические изменения в клетках поверхностного эпителия. А ПЦР-диагностика, она прям достоверно получается? Она дополняет. Дополняет все-таки, да? Но ПЦР-диагностика, она немножечко варьируется от набора ДНК вирусов, которые она смотрит. Может быть, очень недорогой анализ, который смотрит только высокоонкогенных два типа, 16-й и 18-й. Есть более приемлемые с онкологической точки зрения это исследование 14-ти онкогенных типов. Расширенная диагностика, это, конечно, дорогое удовольствие, и, насколько я знаю, в программу ОМС он не включен. Если вирус папиллома человека уже попал, да, вот, как говорится, в организм, это излечивается? Или все-таки вот все, он уже попал в организм, и он уже, вот как есть там вирус герпес, там, да, и так далее, то есть он в организме уже все время в присутствии происходит? И как это? Либо он элиминируется, либо он живет в клетках эпителия. В клетках эпителия он может жить в двух видах. Ну, как бы дремлет, что ли, он там или что? Да. Он может жить там в эписомальной форме, так называемой, то есть это клетка, и в ней есть такая маленькая эписома, такой маленький органоид, в котором находится ДНК этого вируса. И, в общем-то, здесь не происходит никакой явной клиники. Либо иммунитет настолько снижен, а вирус агрессивен, что он начинает встраиваться в ДНК клетки хозяина и начинает продуцировать свои вирусные частицы, менять строение этой клетки, и она становится уже злокачественной, атипичной. Лечение этому процессу только деструкция или хирургия. То есть этот вирус можно выжечь любыми методами. Лазером, криодеструкцией, радиоволновая, наиболее распространенная сейчас деструкция, электрохирургия. Либо хирургическим методом, скальпелем. Других методов лечения для ВПЧ, к сожалению, нет. Все остальные методики, которые очень часто используются докторами, это назначение иммуномодуляторов. Я специально к нашей программе посмотрела клинические рекомендации 23-го года. Именно и по заболеваниям шейки матки, и по анагенитальным бородавкам. Да, там упоминаются модуляторы иммунитета, но лишь в дополнении и с низкой доказательной базой для именно деструкции. Ну, вы врач высшей категории, то есть практикующий врач, поэтому я хочу вам еще такой вопрос адресовать. Вот диагностика, вы очень хорошо сейчас расписали все это по всем аспектам. И лечение. Скажите, пожалуйста, это все бесплатно? И насколько доступно это все пациентам? Входит это в рамках ОМС? И вообще вот об этой теме давайте поговорим, чтобы телезритель понял, что это все доступно. И главное, обратиться нужно. Ну, во-первых, онкоцитология – это абсолютно доступный полностью скрининговый метод обследования шейки матки у женщин. И начинает сдачу онкоцитологии с начала половой жизни. Сейчас по клиническим рекомендациям каждые 3 года в обязательном порядке. С 25 лет женщине рекомендуется тестирование на ВПЧ. Но на ВПЧ тестирование, к сожалению, в ОМС не входит. В ДМС входит. Но уже заподозрить, как бы тоже, да? Уже можно и дальше обследовать. Это уже интерес пациента. Да. Но ранее 25 лет тестироваться на ВПЧ смысла нет. Поскольку по данным, последним данным литературы, в принципе, все люди на земле заболевают ВПЧ во время своего первого сексуального контакта. А потом уже происходит иллюминация, и все хорошо. И, в общем-то, ну, вы сами видите, что у нас нет повально рака шейки матки, слава богу. И нет повально заболевания анагенитальными паразитами. А по лечению, Инна Ивановна, тоже по лечению? Лечение, конечно же, входит в ОМС. Это абсолютно все в страховой. Все входит. Инна Ивановна, ну вот вы сейчас сказали, да, вот опять же, скрининговый метод, да? Как раз вот хочется опять, мы из программы в программу говорим об этом, диспансеризация. Обязательно. Это тоже в рамках диспансеризации как раз идет у женщин обязательно, да, смотровой кабинет, осмотр гинеколога, да? Это святое. Да, это святое. И на самом деле ведь это очень такой продуктивный, да, метод. Конечно. И скрининговый, на самом деле, и действительно выявляемый такой, да? Вот давайте об этом тоже скажем. 93% патологии шейки матки можно выявить вот одним вот этим вот мазком на онкоцитологию. И осмотром. Правильно. Осмотр – это еще плюс 10%. Еще плюс. Да, потому что это действительно очень эффективно. Все вот эти ВПЧ-инфекции, они работают очень-очень долго. И опухоли развиваются долго. То есть это не то, что вы заболели, допустим, инфекцией в июле, а в сентябре у вас уже развелась опухоль. Нет. И можно выявить на начальной стадии процесс, и злокачественный, и предраковый процесс, и пролечить его со стопроцентной эффективностью. И все в рамках ОМС. Это хорошо. Да. Ивана, ну вот еще такой вопрос по поводу исследований. Вы сказали, что женщин по возрастам уже все сказали. А мужчины тоже? Это только при постановке диагноза или каких-то подозрениях? Мужчин… Или здесь пары как-то обследуются? Или вот как это все делается? Нет, нет. А пары обследовать бесполезно. А единственное показание для обследования мужчин на ВВЧ – это наличие клинических проявлений. То есть, когда уже идет симптоматика непосредственно? Это попеломатоз, кондиломатоз или бородавки, или опухоль. То есть, неясная теология такой идет, да? Непонятно почему. Да. Вот тогда имеет смысл мужчину обследовать. Тогда имеет смысл найти причину и уже подобрать лечение правильно. Инна Ивановна, ну вот по поводу вакцинации. Есть ли вакцинация? Ну, если это вирусная инфекция, да мы вакцинируем от гриппа, вакцинируем от коронавирусной инфекции. Очень удачно все это у нас действительно пандемию убирает. Вы назвали вирус папиллом человека тоже в какой-то степени пандемией, да? Если смотреть в рамках мирового такого масштаба. Скажи, пожалуйста, здесь вакцинация проводится? По каким показаниям? Кто подлежит ей? Какие возраста? Ну, пол тоже, да? Девочки, мальчики. То есть, как это все происходит? Ну, я вообще очень активный сторонник вакцинации. Это действительно очень рабочий метод. Здесь есть в России зарегистрировано две вакцины. Двувалентная это Церварикс. И есть еще четырехвалентная вакцина Гордосил. То есть, два типа ВПЧ и четыре типа ВПЧ. Это наиболее распространенные. Подлежат вакцинации все представители и мужского, и женского населения до начала половой жизни. Вообще, рекомендуемый возраст 9 лет. Начиная с 9 лет нужно прививать и мальчиков, и девочек. 30 стран в мире сейчас имеют очень хорошие показатели по заболеваемости предраковыми процессами на шейке матки, раком шейке матки и именно аногенитальными бородавками. Но в этих 30 странах вакцинация от ВПЧ включена в прививочный календарь. В нашей стране только несколько городов, областей включили это в прививочный календарь. Они смогли себе это позволить. Это дорого, потому что эффективность, конечно, очень хорошая. Кроме этого начала, до начала половой жизни, в принципе, ограничений у вакцины нет. И у женщин ее можно использовать до 45 лет. Особенно часто сейчас стараются назначить вакцину после проведения полного лечения по поводу клинических проявлений в ВПЧ. То есть деструкция и после этого вакцинация. Порядка где-то 5 лет назад считалось, что вакцину нужно вводить трехкратно с интервалом 2-3 месяца. Сейчас считается, что достаточно двух введений вакцины, и иммунитет будет хороший и напряженный. И еще один момент. Вы тоже мне можете сказать, что вирусов-то больше 200, а у нас вакцина всего на 2,4. Да, штаммов очень много. Немножечко есть перекрестный иммунитет. Это первое. А второе, есть все-таки какие-то эндемичные типы вирусов, которые характерны для определенного места, наиболее распространенные. Но вот пока мы еще в эти четыре типа, которые есть в Гордосиле, входим. Есть еще 9-ти валентная вакцина, но в России на сегодняшний день ее пока в широком применении нет. Иван, возвращаясь к теме диспансеризации, это, понятно, очень важный аспект. Я хочу, чтобы наши зрители услышали, что нужно просто пройти диспансеризацию, которая занимает 30-40 минут, в которую как раз входит осмотр гинеколога, мазочек обязательно. И все это как раз такой скрининговый метод, и он позволяет уже заподозрить или выявить вирус папиллома человека. И в последующем предотвратить даже рак шейки матки, правильно? То есть совершенно. Поэтому я хочу, это раз, да. Во-вторых, все-таки, в плане, еще раз, все-таки, что должно насторожить человека, да, что вот, ну, мы сказали, что бессимптомы протекают. У мужчин, вы сказали, это проявляется определенными проявлениями на кожные, на кожные, там, кандидозы, да, папилломатозы и так далее. А у женщин, как это может проявиться, что вот ей прям вот бегом надо идти, да, как говорится, и сказать, что вот, пожалуйста, давайте обследуйте меня, вот именно на вирус папиллома человека. Ну, у женщин те же самые, кандидоматозы и кандидоматозы, конечно. И плюс еще патология шейки матки, она, как правило, проявляется двумя симптомами. Это появление кровенистых выделений, не связанных абсолютно с циклом, а чаще всего связанных с каким-то контактом, либо половым, либо при осмотре. И просто появление неправильных выделений, не характерных для возраста, не характерных тоже для цикла, бели, обильные бели. Вот здесь можно, ну, это уже проблема, с которой женщина, должна обратиться женщина к врачу. Но я, как онколог, я буду ратовать за диспансеризацию, наверное, в любом состоянии, потому что, ну, у нас нет другого механизма выявить опухоль на ранней стадии. А опухоль на ранней стадии – это практически гарантированное выздоровление. И единственное, что может дать нам это, это диспансеризация. Вот такая вроде обычная, вроде бы как ничего не стоящая. Ну, для пациента, конечно, я понимаю, что для пациентского учреждения… Просто нужно найти время для себя, и все. Нужно найти время, и нужно не говорить о том, что я подожду, когда будут симптомы, потом пойду. Нет, лучше сейчас сходить. Вот сейчас, Инна Ванна, тоже вот хорошее, как от онколога от вас, да, вот прозвучала сейчас такая, опять вот, потому что тоже в какой-то программе тоже говорили с онкологами, вот, что первая-вторая стадия излечения стопроцентная. Вот это я хочу тоже, чтобы наши зрители услышали, да, потому что вот ранее диагноз… Мы же не просто так говорим, да, пожалуйста, приходите, да, давайте поставим диагноз. Лучше поставить диагноз, да, действительно, как-то, ну, и начать лечение своевременное, и потом жить до 100 лет, как говорится, да, и качественно, и продолжительно. Конечно, конечно. Первая стадия особенно – это стопроцентное излечение практически всегда. Инна, ну, мы с вами, по-моему, все аспекты, да, вирус попелом человека охватили. Что бы вы еще хотели, может быть, добавить от себя? Может быть, что-то мы с вами не упомянули о чем-то, что вы хотели вот очень важное сказать, именно вот касаемо вируса попелома человека? Ну, я хотела сделать еще две ремарки, просто я имею большой опыт консультации пациенток, и очень часто пациентки начинают беспокоиться, он ведь входит в группу инфекций, передающихся половым путем, и женщин это беспокоит. Где же они вот могли его получить, и не связано ли это с какими-то нехорошими моральными проблемами? Я хочу просто успокоить, это не та половая инфекция, к которой следует так настороженно относиться. Это действительно, к сожалению, проблема, проблема века, и... Я так понимаю, из вашего суждения, практически ее нет, группа риска такой, да? Ну, все-таки я сказала бы, что, наверное, в группе риска именно клинического развития заболевания будут те пациентки, у которых есть хроническая урогенитальная инфекция, и пациентки, инфицированные, допустим, вирусом иммунодефицита человека. Потому что здесь есть иммунодефицит, предпосылка. Поэтому защитные свойства как бы немножко надо и повышать, и все прочее. Инман, ну и уже по традиции, да, в завершении нашей программы, какие-то добрые пожелания, ну и с учетом нашей темы, может быть, да, ну и вообще просто как от онколога, как от практикующего врача, как от человека? Наверное, мои пожелания все-таки будут больше обращены к женщинам, поскольку я всю свою жизнь проработала именно с женским контингентом. Я очень хочу, чтобы женщины себя любили и заботились о себе в первую очередь. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в студии была Антонеева Инна Ивановна. Замечательный человек, хороший доктор. Спасибо. Спасибо большое. Очень мы, я считаю, очень такие полезные советы дали телезрителям. Я думаю, все вопросы, все аспекты с вами раскрыли. Я думаю, что самое главное, чтобы наши телезрители поняли, что просто нужно к нам прийти, да, и что ваше здоровье в ваших руках, а мы всегда рядом, всегда поможем, всегда все сделаем для того, чтобы вы были здоровы и счастливы. Правильно? Абсолютно. Ну что же, я всем желаю здоровья, счастья, успехов, удачи. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Я не представляю свою жизнь без постоянного круговорота событий. На втором курсе я стала студенческим деканом своего факультета. И с тех пор в моей жизни постоянно что-то происходит. Студенческая весна, молодежные форумы, международные мероприятия. Моя первокурсница как-то сказала, у меня такой насыщенной жизни не было никогда. И это то, ради чего стоит стараться. Когда каждый твой день яркий и запоминающийся, и ты точно знаешь, что он прошел не зря. Субтитры создавал DimaTorzok